всем привет с вами кекс и сегодня я готовлю банановый рулет и вот такие вот пироженки из этого рулета собственно вот вы видите я его тогда порезала и уже сформировала пироженки так и порции больше и выглядит намного эстетичный для рулета нам понадобится 3 яйца 1 банан это будет основа наша жидкая понадобится сахар мука ванильный сахар и собственно все здесь все очень просто мы делаем бисквит бисквит мы будем делать здесь из целых яиц то есть я три яйца целиком отправляю в кухонную машину и сюда же сразу добавляю сахар в этом плюс этого рецепта здесь не нужно ничего отдельно взбивать здесь все смешивается вместе пузырьки воздуха у нас здесь так и будут оставаться не переживайте он у нас получится очень нежным вот и делается просто стакан у меня здесь где-то 130 грамм сахара я всыпаю и ровно столько же у нас будет муки добавляю еще пол пакетика ванильного сахара почему не пакетик потому что у нас здесь будет банан и мне нужно чтобы больше банана пахло чем ванилькой вот и ставлю это все добро взбиваться чуть больше средней скорости до полного растворения сахара немножко может в конце скорость увеличить для того чтобы масса стала более пышной тем временем я потру свой банан его можно было перебить в блендере вот но чтобы не вымазывать блендер мне проще было потереть его на мелкую терочку сюда отлично подойдут бананы которые у вас слегка потемнели вот которые имеют сверху не совсем эстетический вид нам здесь важен аромат и кстати хочу сказать что бананы но действует как вяжущее как яйцо очень похоже по свойству к яйцу можно даже делать некоторые пирожные без яиц чисто на банане посмотрите какая получилась легкая масса у нас из целых яиц и сюда же я отправляю свое банановое пюре и еще поставлю буквально на 30 секунд это все взбиться чтобы она у нас перемешалась хорошенько и подбилась вместе с банановой смесью уже вот я ставлю вначале на маленькую чтобы раз размешалось и чуть-чуть буквально на 15 секунд ставлю на скорость побольше долго не взбиваю для того чтобы все-таки бананы не осадили легкую и нежную структуру наших сбитых яиц видите все равно смесь получается нежная воздушная белесая такая красивая очень такая приятная не стоячая конечно как белки у нас биты но очень воздушная так можно делать и коржи соответственно в тортике вот это просто я для того чтобы не морочить голову решила сделать бисквитный рулет вот и сюда же отправляю сейчас стакан муки полный стакан муки как раз это тоже где-то 130 грамм вот поэтому вы здесь не запутайтесь у нас 130 грамм сахара и 130 грамм муки некоторые девочки я знаю на 4 яйца ложат стакан сахара но мне кажется это умереть можно как сладко будет плюс крем поэтому я решила перемешать это все точно также венчиком потому что мне не нужно чтобы моя масса была очень плотной и стоячей такой как на бисквит который я вам показывала классический для тортика то есть мне нужно чтобы была более текучая масса вначале ставлю на небольшую скорость и потом скорость чуть-чуть увеличить для того чтобы хорошо перемешалась моя мука в смеси и не оставалось никаких комочков масса вот уже остановится однородной абсолютно я ее вынимаю и на противень застеленный пергаментом выливаю эту массу у меня противень достаточно широкий поэтому собственно я делала на три яйца и один банан то есть соотношение приблизительно как на 4 яйца можно делать без банана но тогда на 4 яйца если у вас противень не такой большой как у меня то лучше делать на 2-3 яйца потому что чем толще у вас будет ваш пласт вы его не сможете завернуть в рулет ну точнее вы его завернете но потом развернуть он у вас сильно потрескается и будет уже неудобно с ним работать даже у меня он был не сильно тоненький вот толщина вот намазанного вот сырого теста должна быть где-то пол сантиметра тогда вам будет максимально удобно свернуть не больше я разравниваю и отправляю в духовку разогретую на 180 градусов где-то на 15 минут здесь я немножко заговорилась пришла подружка и я свой рулетик буквально там на четыре минутки передержал и он мне чуть-чуть поджарился лишнего но ничего мы тоже найдем выход из этого положения так что так что вот так вот он у меня получился пока он горячий его нужно очень быстро свернуть рулетик потому что потом никаким магическим чудом вы его не заставите свернуться я взяла полотенечко выложила на полотенечко и начал сворачивать свой рулет полотенечко внутрь мы туда не заворачиваем потому что бисквит пристанет у нас к нашему полотенцу вот поэтому я его вытащила и просто вокруг оставляю вот так остудиться долго рулету не стоит так оставаться конечно вот но я начала быстренько готовить крем крем я сейчас расскажу это очень интересный крем крем похожий на пломбир только он у нас не на сливках не на сметане он у нас облегченный получается белково-заварным кремом смотрите я беру 200 грамм молока 50 грамм отправляю в один ковшик которым я буду добавлять туда и крахмал и все остальное 150 отправляю закипать вместе с сахаром сахара много не ложу потому что белково-заварной крем которым я буду облегчать он довольно сладкий поэтому сюда сахара много ложить не буду я положила где-то полторы столовой ложки и пол пакетика ванилина которые у меня остались от бисквита у меня вот такие вот яйца странные здесь у меня было одно какое-то огромное яйцо и как оказалось в нем просто два желтка поэтому у меня получится на 4 желта желтка моя заварная основа вот почему я выбрала именно такое количество потому что я буду делать белково-заварной крем и мне чтобы хватило и на украшение и на облегчение моего этого крема нужно было крема на три белка и поэтому соответственно я решила варить и основу на три этих желтка которые остаются чтобы никуда и не выбрасывать безотходное производство так сказать и очень вкусный крем вот так что в холодное молочко которое 50 грамм у нас здесь ковшике отправляю моих 3 но в моем случае 4 желтка вот сюда же я отправляю столовую ложку крахмала и еще нужно будет добавить столовую ложку муки нужно сделать довольно плотную заварную часть чтобы она у нас не плыло это очень вкусный я бы сказала даже больше не крем а мусс еще сюда если вы будете делать это для тортика то лучше добавить желатин собирать при форме и добавить желатин но у мне очень нужно было быстро и поэтому я все равно бы желатин не успел застыть в моем рулете поэтому я желатин добавлять не буду но вам расскажу когда и сколько нужно будет добавить чуть попозже вот я добавляю столовую ложку муки все это перемешиваю чтобы не было никаких комочков и вот у меня уже закипело молочко моё с сахаром и тоненькой струйкой постоянно перемешивая вожу кипящее молоко в моё холодное молочко желтками и возвращаю в кастрюльку ставим на огонь и начинаем помешивать так как массы мало помешиваем довольно быстро огонь у меня чуть больше чем маленький но меньше среднего вот потому что опять же скажу массы здесь немного и она быстро нагреется очень видите она еще довольно жидкая но она вот начинает очень быстро загусать очень прям быстро закусает вот и она становится прям такой как я бы сказала даже густоватой то есть если бы вам так типа на наполеон то это гуще получается чем на наполеон заварная часть пахнет она безумно вкусно потому что она на желтках она не на целых яйцах поэтому пахнет она очень приятно ванилькой с молоком очень вкусно вы видите вот масса густая довольно я жду пока не начнут подниматься или пытаться подниматься пузырьки то есть моя масса не дойдет до температуры 100 градусов чтобы заварилась и мука и крахмал и не было никакого привкуса неприятного и не хрустел у вас крахмал я по чуть-чуть иногда останавливаю чтобы увидеть поднимаются пузырьки или нет и дальше перемешиваю в моем случае уже наверное получается что я больше жарю крем чем варю его но я дождалась пузырьков и снимаю свою массу еще минутку перемешиваю без огня все теперь нам нужно эту массу остудить хорошенько потому что в белок мы не добавим горячую массу и поэтому я сейчас вынесу ее на балкон благо сейчас холодно уже для того чтобы у нас не покрылась корочка наша заварная масса и никакой конденсат ты если мы в накроем крышкой туда не капал мне нужно вначале встык пленкой накрыть наш крем то есть я полностью присоединяю его к крему никакой то до пленочки ничего не образуется как на молоке обычно образовывается тем временем я сделала заварной крем ой заварной крем господи белково заварной крем вот и остыла моя масса теперь я могу облегчить заварную массу которая довольно считается плотной легким взбитым белковым кремом этот крем хорош тем что он не такой жирный получается точнее он получается практически совершенно не жирный по сравнению с пломбиром которому мы привыкли то есть для тех кто заботится о своей фигуре очень это важно причем у него в привкус заварного крема вот и в общем он получается очень интересным похожим на пломбир но не совсем то есть сливками там как бы не пахнет но он очень приятный на вкус попробуйте я думаю вам понравится я на это количество введу где-то половину белково-заварного крема даже может чуть меньше а от трех белков которые у меня получился остальное у меня пойдет на украшение где-то наверное близко к половине может даже где-то где-то половину я белково-заварного крема сюда введу масса становится воздушной легкой не течет и вот если вы хотите делать тортик с ним то лучше сейчас добавить сюда замоченного в воде и подогрета в микроволновке или на водяной бане где-то столовую ложку желатина рассыпного вот ну хотя он у вас там может быть листовой я в общем с ним не работаю но можно и листовым пользоваться буквально его пару ложками воды вы замачиваете потом растапливаете и вводите на том этапе тогда будет у вас крем точно стоять и никуда не поплывет так вот мой слегка поджаренный рулетик плюс у меня этот пергамент был не силиконизированный поэтому когда я его снимаю от бисквита он зацепает вот эти горелые крошки на себе остаются они поэтому это очень хорошо но это тоже не беда бисквит на самом деле хорошая штука тем что можно без проблем и потери эстетичности снять с него то что у нас не получилось я беру ножичком и просто начинаю водить и снимаю темные крошки которые мне не нравятся просто здесь еще видео само темное поэтому кажется что он довольно темный на самом деле там не все так плохо было вот поэтому поэтому в общем смотрите сами я просто вожу ножиком и плохие крошки отлично снимаются точно так же с обычным бисквитом если вдруг он у вас чуть-чуть пригорел не переживайте вот так вот вот ножиком вы проходите и все горелые крошки то что может давать горечь у вас уйдет вот так теперь я развернула свой рулетик он все равно у меня так как долго стоял пока я ждала покуда у меня крем остынет пока я сделала крем он не долго стоял и поэтому немножко растрескался по бокам я эти боковушки обрежу потом с чаем быстренько схомячу до того как кто-то их увидит вроде бы как их и не было посмотрите вот какая текстура крема у меня без желатина вот он довольно мягкий получается его можно как бы в тортик он постоит он такими останется он сильно не затвердеет поэтому если хотите чтобы он у вас тортики никуда не пополз никуда не вылазил добавьте сюда немножечко все-таки желатина и он у вас будет отличным муссом очень даже прикольно его использовать практически как птичье молоко то есть если вы хотите более такое попроще вариант то его можно даже в тортик как птичье молоко делать таким большим 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 слоем желатином сделать очень будет круто и здесь у меня просто дома была открытая лимоновая варенишка вот поэтому решила во внутрь добавить немножко кислинки чтобы было не совсем сладко я кстати вы видите не дохожу кремом до конца потому что он все равно чуть-чуть подлезет это как в роллах китайских когда вы заворачиваете не доходите пару сантиметров до конца потому что все равно крем чуть-чуть вылезет вы сейчас увидите вот я придавлю и крем чуть-чуть туда подлазит вот переворачиваю на стык по-хорошему чтобы он несколько часов у вас постоял и крему устаканился и все у вас было отлично или если он у вас желатином то крем застыл тоже классно но у меня опять повторюсь времени нет мне нужно обрезать вот эти вот некрасивая края которые я сейчас быстренько с чаем с хомячу вот и нарезать уже аккуратненько на пироженки которые можно будет украсить и быстренько скушать вот я нарезала свой рулетик на такие достаточно высокие пироженки и хочу украсить их наподобие как как были такие пироженки пенечки насадкой я воспользовалась травка и остатками крема который у меня остался белково-заварного я его покрасила сухим пищевым красителем в зеленый самым обычным пищевым украсовским вот и поделала вот такую вот травку взяла обычную потом круглую насадку и делаю вот такие вот штучки разной высоты это у меня будут мои маленькие импровизированные грибочки просто круглая насадка делаю обязательно разной высоты чтобы шапочки были у меня на разной высоте беру шоколадные капельки и эти капельки насаживаю как верхушечки моих грибочков получается очень прикольно на самом деле можно было конечно оставить две ложки бисквита и испечь бисквитные такие шапочки как маленькие макарончики или ну вот просто вот но у меня были шоколадные капельки поэтому я решила вообще не заморачиваться мне надо было очень-очень быстро так вот готовы мои грибы на поляне стоят но как-то мне маловато цвета и захотелось чего-то яркого поэтому решила там буквально у меня осталось белого крема чуть-чуть решила добавить красный окраситель и сделать такие просто штучки похожие на цветочки чтобы опять-таки ничего не делать но в то же время добавить цвета поставлю насадкой звездочка такие по три цветочка и внутрь сюда посажу по бусинке как срединку вот такие вот у меня розовые сахарные бусинки и сейчас вот так аккуратненько я их сюда поставлю на срединку каждого моего цветочка собственно практически уже и все готово в общем это очень простой очень вкусный рецепт попробуйте его если вдруг я что-то не успела или вдруг что-то непонятно спрашивайте в комментариях под видео буду рада помочь и вот наши пироженки такие прикольные ушли очень быстро а с вами был кекс до новых встреч пока пока и